ПЕСНЯ 15-16 апреля во дворце спорта «Лужники» в Москве состоится гала-концерт проекта Первого канала «Ледниковый период», посвященный юбилею легендарного тренера в мире фигурного катания Татьяне Анатольевне Тарасовой, режиссером-постановщиком. Шоу выступит Илья Авербух. Такого звездного состава зрители не видели уже давно. Но в гала-шоу выступят разные поколения фигуристов, которых объединяет, безусловно, любовь к одному из самых зрелищных, любимых видов спорта в России. Это чемпионы, призеры, участники Олимпийской сборной, в том числе Игр 2022 в Пекине. Друзья, радости моей нет предела. Сегодня у нас в гостях гордость нашей страны и российского фигурного катания, чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы Виктория Синицына, которая должна была к нам прийти сегодня в компанию своего партнера Никиты Коцалапова. Но, к сожалению, Никита не смог по состоянию здоровья. И надеемся, что мы желаем Никите скорейшего выздоровления. И надеемся, что когда-нибудь все-таки мы с ним увидимся вот так в живую воочию. А пока, Вик, привет. Всем привет. Ну, имя, наверное, такое, что всегда только победа и только победа, да? У тебя такой принцип по жизни? Ну, во всяком случае, я иду к этому всегда, стремлюсь и никогда не сдаюсь. Командное золото в Пекине, серебро в танцах на льду. Мы вас поздравляем, мы вас обнимаем, мы вас любим. И мы вами гордимся. Огромное вам спасибо за все, что вы делали и делаете. Когда не в режиме, когда не надо идти на тренировки, то скольки вы можете позволить себе поваляться в кровати? Ой, я обожаю это дело. Я могу пролежать до обеда, если мне никуда не нужно идти, я готова не выходить из дома и, тем более, не вставать с кровати. Наш человек. Я могу просто кушать там, лежать, спать, все что угодно делать. Но кушать, наверное, тоже можно не все. Или можно и все спортсменам? Нет, у нас есть определенные ограничения, но это чисто ты их знаешь и контролируешь сам. То есть нет такого, что вот все, нельзя такое. Сейчас ты в каком режиме? В тренировочном готовитесь вы к ледниковому периоду? Или вот так пока в расслабленном контексте существуете? У нас сейчас такой период, когда у нас почти через каждые 2-3 дня идут шоу. То есть мы, естественно, из формы не выходим, мы катаемся, тренируемся. И у нас даже нет времени, на самом деле, отдохнуть и так вот выспаться и поваляться до обеда. Что ждет зрителей вот в этом юбилейном выпуске ледникового периода? Я хочу вот, чтобы от первого лица участника этого шоу вы будете выступать с Никитой. У вас будет парное выступление. То есть у вас не будет подопечного. Вы просто будете выступать и показывать людям всю красоту танцев на льду. Да, мы постараемся показать наши классные номера. Вот, и надеюсь, все зрители получат огромное удовольствие, потому что там действительно соберется огромное количество чемпионов и вообще людей, которые любят фигурное катание, которые им живут, я бы так сказала. Вот, поэтому приходите обязательно. Это будет, уверенно, что феерично. И такое не каждый день бывает. Для небольшой затравки скажу, что на ледовой арене появится звездная плеяда олимпийских чемпионов прошлых лет. От Алексея Ягудин, Татьяна Татьмянина и Максим Маринин, Роман Костомаров, Оксана Домнина и Максим Шабалин, Татьяна Лассажар и многие-многие другие. В том числе, наша сегодняшняя гостья Виктория Синицына, к разговору с которой мы вернемся совсем скоро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 А вот неспроста у нас играл Джо Кокер, только что, друзья, знающие люди понимают, что именно под эту песню наши российские звезды фигурного катания завоевывали медали драгоценной для всей нашей страны. Сегодня у нас в гостях Виктория Синицына, российская фигуристка. Вика, еще раз доброе утро. Доброе утро. Напоминаю, друзья, что 15-16 апреля во дворце спорта Лужники в Москве состоится гала-концерт проекта Первого канала «Ледниковый период», посвященный юбилею легендарного тренера в мире фигурного катания Татьяне Анатольевне Тарасовой и Вика Синицына вместе с Никитой Кацалаповым на этом шоу будут выступать. И, кстати, будут танцевать один из номеров под песню Джо Кокера «You can live on your head on». Все верно. Да, ребята, приходите. И, кстати, у меня есть классный сюрприз. Я хочу разыграть два билета. Да ты что, вот это приятности какие. Так что давайте, кому-нибудь повезет обязательно. Давайте, давайте. Смотрите, у нас есть прекрасная игра. Она называется «Утренний брейнсторм». Вы можете прямо сейчас позвонить в Эфир 8495-229-2068. Мы разыграем два билета из рук Олимпийской мировой чемпионки. Вы получите два билета на ледовое шоу «Ледниковый период». 8495-229-2068. Звоните, а мы пока продолжим общаться с Викой. Как вы подбираете музыку? Я знаю, что этот вопрос вам задавали огромное количество раз, но, тем не менее, ты сказала о том, что ты уже на протяжении нескольких лет слушаешь Джо Кокера, и эта песня тебе не надоедает. Это же невозможно. Я, как человек радио, даже самую любимую песню, ну, максимум у меня хватает на год. Нет, ну, мне кажется, есть песни, которые вот просто ты их настолько любишь, ты подпеваешь их, и вообще, ну, они тебе вообще никогда не могут надоесть. У тебя на будильнике стоит Джо Кокер? Ну, нет, не настолько. Не настолько. Но, тем не менее, есть какой-то, наверное, худсовет, да? Вы садитесь вместе, ты, Никита, ваш тренер, и выбираете песни. Ну, да, это абсолютно так, примерно так и происходит. Или все-таки Александр Жулин как бы преподносит главное слово в этом вопросе? Ну, происходит обычно так, что я, Никита и Александр Вячеславович могут спокойно приносить свои варианты музыки, да, и мы каждый выслушиваем и слушаем, и принимаем общее решение. Было такое, что Александр Вячеславович говорит, вот, ребят, я у нас сто процентов, на тысячу процентов уверен, что это зайдет. И, как бы, он говорит, доверьтесь мне. Мы, как бы, естественно, прислушиваемся к нашему тренеру и доверяемся. Вот, бывает такое, что я говорю, там, Никита, что вот все, не могу, хочу, хочу, не могу. Вот, тогда, естественно, мы слушаем и пробуем поставить программу под эту музыку. Слушайте, ну это же такая абсолютно субъективная история, надо понравиться всем судьям, всем девяти судьям, надо понравиться всему залу. И вот этот универсальный подход к вопросу музыкальному, от него же очень многое зависит. Очень многое, в этом вся и сложность, чтобы это зашло и зрителю, причем всему поколению. Потому что все равно фигурное катание смотрят, да, и маленькие детки, и уже взрослые. И большие детки. И большие детки взрослые. Тоже мы смотрим. Вот, также, действительно, как ты и сказали, что сидят у нас девять судей, которые, которым тоже нужно угодить. Вот, и это очень важно. Ну и слава богу, что у вас все это получается. Ну, вроде да. Да, надеемся, что и так же будет все происходить дальше. В одном из своих многочисленных интервью вы сказали, цитирую, «из всех видов фигурного катания мы лучше всех владеем коньком». Да. То есть, если хочешь увидеть всю красоту и утонченность этого вида спорта, то нужно смотреть «Танцы на льду». Ну, можно, да, так сказать. Ты сейчас деликатничаешь, чтобы другие спортсмены не сказали, что это она там… Нет, просто я вам хочу сказать, что есть и в других, естественно, видов спорта… Ой, спорта, видов фигурного катания есть спортсмены, которые шикарно, невероятно владеют коньком. Но «Танцы на льду» — это определенный такой вот вид фигурного катания, где мы именно… Нас учат владению конька. То есть, для нас это самое важное. И это очень видно, это бросается в глаза, когда ты как по маслу едешь. Вот это вот очень чувствуется всегда. 8-4-9-5-2-2-9-20-68. Пришло время, друзья, получить заветные билеты из рук мировой чемпионки по фигурному катанию Виктории Синицыной. Звоните, будем играть в утренний «Брейнсторм» и совсем скоро вернемся. 8-4-9-5-2-2-9-20-68. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Утренний «Брейнсторм» Ну что, друзья, давайте сыграем у нас на кону два билета на ледовое шоу, которое состоится 15-16 апреля во дворце спорта «Лужники». Субтитры сделал DimaTorzok Дозвонилась до нас Аня. Ань, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. С нами сегодня Виктория Синицына, чемпионка мира, чемпионка Европы. И именно она будет помогать вам, Аня, сегодня выиграть эти билетики. Собственно, эти билеты она и принесла. Вы можете поздороваться с Викторией. Здравствуйте. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте. Да, три вопроса. Ну и, конечно же, связаны они с чем, как вы думаете? С фигурным катанием, надеюсь. С фигурным катанием, конечно. Вы так хорошо уверенно говорите, как будто вы какое-то отношение имеете к этому виду спорта. Катаетесь? Раньше каталась, сейчас дочка, вот как раз мне через два дня тренирования, она второй юношеский. Очень любит Викторию. Да вы что? Смотрите. Удачей. Да тут у меня профессионалы вокруг. Окей, хорошо. Я надеюсь, что все у нас сложится, все у нас получится. И в случае чего, Аня, у вас есть группа поддержки. Вика поможет, я уверен. Так что не переживайте. Ну что, готовы? Да, конечно. Конечно, готовы. Итак, давайте. Первый вопрос. Благодаря какому танцу появились танцы на льду? Венский вальс, танго или ча-ча-ча? Я думаю, танго. Вы думаете, танго. Хорошо. Давайте спросим Вику. Может быть, она какое-то мнение имеет по этому поводу? Ну, я думаю, что имеет. Как уж Вике-то и не знать. Ну, я слышала, что это венский вальс. Венский вальс. Хорошо. То есть Вика говорит нам, что венский вальс, Аня говорит нам, что это танго. Ань, вы измените свою точку зрения? Послушайте Вику или нет? Ну, конечно, конечно. Ну, конечно. Я бы тоже послушал. Ну, конечно. Да, в 1880 году венский клуб фигурного катания начал имитировать танец вальс на льду. Первый чемпионат мира по танцу на льду прошел почти спустя 100 лет в 1976 году. 1-0 пока в вашу пользу, фигуристки. Идем дальше. В каком российском городе был открыт первый общественный каток? В Москве, в Санкт-Петербурге или в Нижнем Новгороде? Это Маклам. Москва. Хорошо. Давайте вновь обратимся к эксперту. Вик, как ты думаешь, в каком российском городе был открыт первый общественный каток? Москва, Санкт-Петербург или Нижний Новгород? Думаю, что городе на Неве, это Санкт-Петербург. Город на Неве, Санкт-Петербург. Здесь будем слушать Викторию, Ань? Прислушаемся? Нет. Пример самый Санкт-Петербург наш, но все-таки за Москву. Все-таки за Москву. Окей. А вот все же нужно было прислушаться к Ане, потому что в России катание стало популярным во времена царствования Петра Первого. И в Санкт-Петербурге был открыт первый общественный каток. Один-один. Пока последний вопрос, от которого зависит многое. Где прошли первые официальные соревнования по фигурному катанию? В Вене, в Москве или в Пекине? Это был Пекин. Ну, подождите, торопиться-то. В принципе, если внимательно прислушиваться к первому вопросу, который я сегодня задавал, можно уже определиться с ответом. Но, тем не менее, у нас есть Вика. Ну, конечно, да. Да, это Вена. Даже не прибегая к помощи Вики, да, это Вена. Впервые соревнования по фигурному катанию прошли в Вене в 1882 году. Я вас поздравляю. Слушайте, даже я волновался, даже мне было немножко страшно, но, тем не менее, с нами же сегодня Виктория, чемпионка мира по фигурному катанию. Как, как, как и тем более Вика. Там, где Вика, там всегда победа. Аня, я вас поздравляю, получаете. Что у нас получает, Аня? Аня получает у нас два билета на ледниковый период. Который состоится 15-16 апреля. Да, приходите, все ждем. Да, трубочку не кладите, расскажу, как все заберете. Поздравляю. Поздравляем. Скоро вернемся. Друзья, далеко не уходите. Радио Романтика Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Реклама Нужна операция? СМ-клиника. Круглосуточные стационары. Консультация хирурга по операции бесплатна до конца месяца этого года. Подробнее. Плюс семь четыреста девяносто пять семьсот семьдесят семь сорок восемь сорок девять. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. А-101. Квартиры в молодой Москве. От семи миллионов ста тысяч рублей. С гибкой отсрочкой от застройщика. Подробности на а101.ру. Застройщик ООССЗ А101. Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение действительно с 1 по 30 апреля 2022 года. Радио «Романтика». Телефон рекламной службы. 921-4041. Телефон рекламной службы. 921-4041. Телефон рекламной службы. 921-4041. Телефон рекламная службы. 921-4041. Телефон рекламной службы. 921-4041. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok